Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Карагандинские спасатели готовы избавить город от сосулек за 80 тенге в месяц. По примеру других городов, они предлагают внести в коммунальные квитанции графу с оплатой их услуг. И тогда специалисты ПЧС будут приезжать по первому звонку и помогать людям уже без дополнительной оплаты. Сейчас ЖКСК вынуждены нанимать спасателей каждый раз, когда нужна их помощь. Как на самом деле выгоднее, подсчитала Людмила Батюшкина. Пришли, домой не может быть. Несколько секунд и дверь открыта. За эту услугу Людмила Списевцева заплатила 6 тысяч тенге. Однако идея платить каждый месяц 80 тенге женщине не нравится. Нет, нет. А почему у вас? Нет, я вам 6 дня дала. Не хочу. Сейчас служба спасения 155 на самоокупаемости. Поэтому за то, чтобы открыть квартиру или машину, берут 6 тысяч тенге, сбит сосульки от 15 до 30 тысяч. В зависимости от площади крыши. А спилить старое дерево стоит от 30 до 100 тысяч. При этом зарплата у спасателей всего около 40 тысяч в месяц. Исправить ситуацию могла бы отдельная строка добровольный взнос в коммунальных квитанциях. 80 тенге в месяц с квартиры. Зато жильцы смогут вызывать спасателей на ликвидацию любых ЧС без оплаты. Мы круглосуточно работаем, мы берем на себя ответственность, будем ездить ко всем. Если все будут платить, у нас будет 10, если надо, 15 бригад. И сосулька не будет две недели ждать ее. Мы должны в течение часа ее убрать. При этом 20 тенге с каждой квитанции будет взимать единый расчетный центр за печать. А вот 60 тенге пойдут спасателям. В Караганде 187 тысяч квартир. Если платить будут все, служба спасения получит больше 11 миллионов тенге. На такие деньги можно набрать хоть 10, хоть 15 команд спасателей, которые будут успевать сбивать сосульки по всему городу, считает директор службы спасения. Но пока инициативу поддерживает только КСК. Очень много средств уходит на снятие этих сосулек, очистку крыш от снега, спилку деревьев, веток этих аварийных, которые мешают жителям. У нас очень много обращений в КСК. То замок заел, то захлопнулся балкон, люди не могут что-то там открыть. Платить все равно будут не все уверенные спасатели. С неплательщиков будут по-прежнему взимать разовую полную стоимость услуг. Акимат Караганды пока свою позицию не озвучил. Подобная практика существует в Алматы с 2002 года. Действует до сих пор. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.